Гоффмана я попробую представить с одной специфической стороны, которая показывает, почему, кроме того, что он такой замечательный, интересный, веселый автор, которого прекрасно читать, он еще и глубокий и важный социологический теоретик. Есть обычная реакция на Гоффман, но довольно частая. Во времена, когда он был молод, это особенно ему отравляло существование, но отчасти и сейчас продолжает отравлять. Вот люди это читают, это весело, благодаря Андрею Корбуту русский вариант такой же веселый, ну или почти такой же веселый, если сделать скидку на то, что английский писал литературный гений, как исходный вариант. Но все равно, вот хорошо, вот весело, вот мы читаем разные забавные истории из психиатрической лечебницы, в которой был Гоффман, и какие-то еще анекдоты из книжек по этикету, и забавные истории жизни. И очень прекрасно, весело это читается, просто чудесное чтение, можно перелистывать. Там еще вырезки из глянцевых журналов, в некотором вроде оно само читается, как глянцевый журнал местами. А единственный вопрос, который тревожит, особенно он обычно тревожит третьекурсника, но и не только третьекурсника, а где же тут социология? Где же это какие-нибудь большие важные проблемы? Где актуальность чего-нибудь, что возросло в реалиях современного мира, чем полагается волноваться социологам? А о чем это все? Вот сейчас я попробую объяснить, почему Гоффман, одна из причин, почему Гоффман вписан в важную интеллектуальную, не столько традицию, но сколько такую линию, которая развертывается в западной, даже в мировой мысли на протяжении уже оказывается нескольких столетий, если не тысячелетий. Причем мы начнем и даже не с западной мысли, и даже не с нескольких, а за многих тысячелетий, с идеей множественности души. Представление о том, что у людей есть душа, это одна такая из кросс-культурных универсалей. Эмиль Дюргейм, про которого дальше я еще скажу пару слов, классик и по сути отец основатель социологии, видел в универсальности души один из аргументов в пользу его теории общества, а до нее мы еще дойдем. Но прав он был, не прав в отношении своей теории, безусловно, вера в душу как что-то, что отличается от физического тела, может выходить за его пределы, может пережить его, может быть рождается до того, как появляется тело, или даже вообще не рождается. Это очень распространенное, если не универсальное представление, которое есть везде. Реже, но все равно иногда встречается довольно часто. Представление о том, что у человека не одна душа, а несколько. Вот все эти атрибуты, их может быть несколько. В Древнем Египте их было то ли четыре, то ли пять, а про некоторые из них известно очень мало, про две Ка и Ба известно гораздо больше. Ка – это некоторый теневой двойник, который сопровождает человека, но вроде бы никогда с ним не встречается, и продолжает населять гробницу в то время, как там покоится тело фараона или как кого-нибудь другого, кому полагается иметь Ка. Ка есть у всех людей, но у некоторых это маленькие, а у фараона и у богов их даже по несколько. А вот это вот Ба – это жизненная сила, которая населяет человеческое тело и покидает его. Вот момент умирания – это момент, когда Ба покинула человека, но она еще обязательно вернется, если с телом производить правильные манипуляции, и если гробницу никто не ограбит. Вот это вот как раз Ба, которая собирается покинуть нашу Вселенную. А дальше эта идея будет в Древней Греции, она будет у самых основ человеческой мысли. Аристотель, рассуждая о душе, тоже заявит, что у человека есть целых три души. Одна душа растительная, которая отвечает за вот такие вот, то, что будет подразумеваться словом растительные человеческие потребности, она предполагает какое-то питание, она предполагает пассивное самосохранение и рост. А животная душа предполагает стремление, желание и мотивы. И, наконец, высшая и разумная душа, которая есть только у людей, растительные есть у растений, у всех живых существ. Животная душа есть у животных, но нет у растений. А разумная душа есть только у человека или каких-нибудь надчеловеческих существ, которые, собственно, их делают разумными существами. А у Аристотеля душа связанная со способностями и с необходимостью как-то упорядочить и классифицировать способности, которые встречаются у разных видов. Идея будет иногда встречаться, не очень встречается в христианской Европе, потому что там-то, понятно, душа только одна. Но затем потом ее вполне освоят романтики, которым нужна будет не для того, чтобы построить классификацию способностей, не для того, чтобы как-нибудь представить себе возможное будущее, что возможно разных частей человеческого существа, что волновало тех, кто изобретал первые теории души или концепции души, а для того, чтобы объяснить внутренние конфликты. Вот благодаря Геопте в переводе Пастернака мы видим классический пример использования этой самой концепции. Вот Фауст, как полагается романтическому герою, вот у него есть разные стремления, и эти стремления передаются его налогом о том, что у него есть две души, они между собой не согласны. Одна из них, она тянется к космическим существам, каким-то материям запредельным, а другая, наоборот, целиком в земле. И две души нужны для того, чтобы объяснить, почему он внутри себя все время разрывается. Очень удобная конструкция, чтобы объяснить, почему люди непоследовательны, почему они сожалеют о том, что сделали. И в этом виде идея судьбы попадет дальше в социальные науки. Все это была предыстория, но социальные науки, безусловно, питаются разным материалом, который берется из религии, из литературы, а социальные науки в некотором роде нанесут ответ на удар, особенно в лице Гоффмана, сказав, что Дюргейма и Гоффмана, о которых я упоминал, Дюргейм скажет, что вся религия на самом деле это специфическая разновидность социологической теории, которая не совсем себя понимает. А Гоффман скажет, что литература интересна нам постольку, поскольку она обыгрывает какие-то темы социальной организации, и чуть ли не почему больше. Так или иначе, Фрейд станет первой большой фигурой, которую мы ассоциируем с социальными науками, которая утилизирует вот эту вот очень старую тему множественных душ для того, чтобы объяснить, как построена человеческая психика. И он как раз будет прежде всего черпать из романтической литературы представление о том, что эта множественность объясняет конфликт. А эта картинка, которой, я думаю, все так или иначе сталкивались, это Фрейдовская модель психики. А преимущество этой картинки, вот именно этой, которую я показываю, в том, что она показывает очень важную вещь у Фрейда. Фрейд на самом деле говорит, что у человека есть даже не несколько душ, а несколько наборов душ, или вот нескольких наборов психических сущностей, или единиц, которые населяют наше общее психическое здание. А у Фрейда есть две классификации, которые иногда предполагаются, что это одна классификация, хотя на самом деле их две. Когда он пишет о структуре психики, он пишет о бессознательном, о предсознательном и о сознании. Ну вот сознание – это то, что присутствует в данный момент в поле моего внутреннего зрения. Предсознательное – это то, что отсутствует в поле внутреннего зрения, но может попасть туда в любой момент. А сколько будет 6,6? Все легко это себе представили. За секунду того, как я спросил, никто об этом не думал. Это вот предсознание. Его нет в сознании сейчас, но оно в любой момент может там оказаться. И, наконец, есть бессознательное, которое определяется потому, что оно как раз в сознание само по себе не попадет, потому что есть силы вытеснения, которые держат его снаружи. А это одна классификация. Вторая классификация, которую Фрейд тоже вводит. Вот здесь она нарисована вертикально. Это так называемая топографическая модель, гласящая, что в сознании есть слои. Они различаются по тому, насколько они близки к такому вот пятну света, который есть в нашем сознании. Какие-то в полутьме, а какие-то в абсолютном мраке. И этот мрак сопротивляется свету. А вторая классификация – это три психические инстанции или силы. Три или четыре. Одна из них иногда разбивается на две. Которые представляют разные динамические элементы структуры. И вот это как раз похоже на разных агентов, которые соперничают друг с другом. Есть «я», или вернее в хронологическом порядке есть бессознательное «оно» или «ид», которое представляет собой сферу желаний. Есть сверхсознание, сверх «я», из которого иногда выделяется структура «идеал я», хотя это не какой-то психоаналитический консенсус, и непонятно, как Фрейд это точно. Использовали он последовательно эти категории. То есть некоторая идеализированная структура, которая на самом деле есть идеализированная отцовская у мальчиков или мать, у девочек фигура. Это родитель, который существует внутри нас и который наказывает нас за то, когда мы сделаем что-то плохо. Например, предполагаем убить другого родителя. Ну, как в случае с Эдиповым комплексом. Или как-то иначе плохо себя ведем. Есть, наконец, «я», которая возникает как некий промежуток или прослойка между двумя потенциально конфликтующими силами. Бессознательные только и мечтают убить какого-нибудь родителя. Интерроризированные родители, разумеется, категорически возражают против этого. Они готовы схлестнуться и разрушить психику полностью. Но между ними постепенно возникает «я», который адаптирует их друг к другу, еще адаптирует к реальности. Потому что ни сверх «я», ни бессознательное представление реальности не имеют к адаптации абсолютно безразличные. Дай им волю. Одно из них убьет родителя, а второе убьет первое. И все кончится. Так вот «я» возникает как постепенная структура адаптации, которая эту очень дисбалансированную структуру каким-то образом стабилизирует. Держит «оно» или «ид» подальше от сверх «я», чтобы они не схлестнулись. Да еще и находит компромисс с внешним реальным миром. Что часто упускается из этой схемы? Отчасти из-за фрейдовского терминологического, из-за того, что фрейд использует одно слово для бессознательного как топографической зоны и бессознательного как динамической силы. Так вот то, что часто упускается, и то, что не одно и то же. Бессознательное по определению всегда находится вот под этим вот барьером, который отделяет бессознательное в топографическом смысле от предсознательного сознания. Оно всегда там, если оно перешло, его оно по определению не бессознательное. Но сверх «я» и «я» не обязательно сознательная структура. Это вот немножко неочевидно и часто опускается при каком-то коротком конспективном возложении. Но и бессознательная в основном неосознанная структура. Мы не знаем, что мы там интерроризировали. И задача психоанализа, говорят вам психоаналитики, заключается даже не в том, чтобы как-то особенно присмирить бессознательное, а в том, чтобы дать человеку осмыслить, что сверх «я» – это какая-то иррациональная карикатурная структура, которая запрещает нам вещи, которые, если подумать, может, нам не надо запрещать, может быть, мы выросли. То есть на самом деле психоанализ во многих отношениях будет ставить свою цель и декларировать свою цель в целях борьбы как раз с рациональным сверх «я», а вовсе не с том, чтобы репрессировать тем более дальше бессознательное. И «я», наконец, это тоже частично бессознательная структура. Есть бессознательная часть «я», есть сознательная часть «я», и сознательная часть «я» не подозревает про бессознательную часть «я». Чтобы объяснить, как это все работает, Фрейд часто использует политические метафоры. В самом конце мы вернемся к политическим метафорам в психоанализе. И к тому, как социологическая традиция ставит их с ногу на ногу. Так вот, Фрейд, когда ему нужно рассказать, как эта вся система работает, вдруг начинает рассказать про русскую цензуру. Видели ли вы когда-нибудь, пишет он своему другу Флису, русскую газету, которая миновала цензура? Да у этих русских сплошной авторитаризм. Они там вычеркивают на границе, и газеты выходят с вычеркнутыми целыми статьями. Подразумевая, как австро-венгерский патриот, что в австро-венгерской империи такого не бывает. Из похождения правого солдата Швейка мы знаем, что австро-венгерская цензура тоже достигла больших успехов. И ровно в этом жанре, когда нужно было цензурировать письма с фронта. Но Фрейд, в общем, передает очень хорошо основную идею. Сознательная часть «я», в некотором смысле, вот это вот сверх «я» видит только то, что оказалось в сознании. Поэтому, чтобы... Оно читает газеты, которые прошли цензуру. Поэтому, чтобы сделать ему приятно, и чтобы оно не поняло, что что-то идет не так в психике, нужно, чтобы не дошел только некий положительный образ того, что происходит в разуме индивида, который не содержит стремления убить родителя, или вообще ничего плохого не содержит. А для этого есть особая бессознательная часть «я», которая цензурирует вот эти вот самые газеты, которые читает сверх «я». Единственное, что сознательная часть «я» читает те же самые газеты. И та часть «я», которая принимает важные жизненные решения и заведует адаптацией к реальности, на самом деле тоже получает искаженную информацию. Она похожа на генеральный штаб, который получает в виде сводок с фронта те же самые отсензурированные полевой цензурой сообщения. Полевая цензура устраняет из сообщений упоминание о прорыве противника, а генеральный штаб читает все это и не знает, что прорыв противника случился. Вот так вот устроено наше сознание. Цензура, кроме всего прочего, отделяет информацию, которая переходит от одной части «я» к другой части «я». А в чем Фрейд, безусловно, новатор? Это в том, что он не просто говорит, что у нас несколько «я», или о том, что они по-разному устроены и хотят разных вещей, но еще он говорит, что они в довесок к этому еще и такие вот стратегические мыслящие контрагенты, которые пытаются обмануть друг друга. Например, вот наша бессознательная часть «я» пытается обмануть наше сверх-я и передает ему искаженные сигналы о том, что там внутри происходит. Правда, попутно она еще обманывает другую часть своего «я». А бессознательная тайна пытается передать какие-то особые шифры, которые достигли бы сознания. И вот в виде сновидений, оговорок, психопатологии обыденной жизни. И вот этим-то психоанализом занимается, чтобы понять, что именно оттуда надо передать и как нужно гармонизировать всю структуру в целом. А тут у нас не просто соперничество или только какой-то внутренний конфликт, это еще и на самом деле несколько постоянно, перманентно конфликтующих между собой инстанций. Да еще и обладающих некоторым разумом, определенной способностью к стратегическому мышлению, способностью предвидеть ход оппонента и как-то его обмануть. Вот это сверх-я особенно хитро, оно наполняет нас всевозможным символизмом, который до Фрейда вообще никто не понимал. А вот наконец пришел Фрейд и говорил, что бессознательная Леонардо да Винчи и всех великих творцов в истории человечества говорила им всегда одно и то же про убийство родителя в основном. А без Фрейда мы так бы и не узнали. А Фрейд, даже если по пути, если не следовать по его пути конкретных желаний, открыл, то есть конкретных моральных обликов этих самых инстанций, открыл дверь и придумал несколько приемов, которые использовались множеством разных способов в 20 веке. Некоторые из них очень далеки от исходного психоанализа, но если присмотреться, мы видим там интерпретации преломления той же самой идеи. Вот два просто для иллюстрации. Томас Шеллинг, который получил несколько лет назад Нобелевскую премию по экономике, никогда не был экономистом. Это некое недоразумение. Стал он по большей части жизни, если он кем-то был, он был политологом или политическим, политическим, политическим аналитиком. А известен он благодаря тому, что придумал некоторое такое вот гуманитарное развитие теории игр, которое выражается английским словом commitment, практически непереводимым на русский язык. Commitment можно пробовать перевести как приверженность, ну в смысле обычный такой стандартный перевод будет преданность или приверженность, но это очень своеобразная преданность или очень своеобразная приверженность. Commitment в теории Шеллинга – это способность, это определенное стратегическое действие, которое закрывает для нас некоторые будущие перспективы, и за счет этого сделает нашу переговорную позицию сильнее. Легко объяснить с помощью такого объекта, которым Шеллинг много манипулирует, это, я думаю, все видели в какой-то форме, так называемая платежная матрица. А платежная матрица подразумевает, что есть два агента, у них есть два хода, которые они могут сделать, выигрыш каждого из них зависит от того, какой ход сделал он и какой ход сделал оппонент. Простейшая модель, передающая, однако, идею стратегического взаимодействия, исходы или, возможно, исходы нашего взаимодействия взаимозависимы, что получил каждый зависит от того, что сделал не только он, но и каждый другой. Цель для того, чтобы выиграть в такой игре, нужно иметь возможность предвидеть, что делает оппонент. Нужно понимать, что имеет дело с рациональным оппонентом, который пытается предвидеть, что делать ты, делаешь ты. Нужно пытаться предвидеть, как оппонент будет предвидеть, как ты будешь предвидеть его и так далее и тому подобное. Дальше мы еще несколько раз столкнемся с этой структурой. Причина, почему Шеллинг важен, это потому, что он впервые соединил множественные личности с теорией игр. А Гоффман, как я скажу дальше, отчасти этим воспользовался. Классический пример такой вот матрицы, которую все знают, это дилемма узников. Ситуация, когда два узника сидят в камере. Каждый из них знает, что приговор, который он получит, зависит от того, сознается или не сознается. И сознается не, а сознается второй узник, которого допрашивают параллельно. Если они оба сознаются, они получают, допустим, по 8 лет. Если оба не сознаются по году, их обвиняют, их подозревают в том, что они ограбили банк. Они действительно ограбили банк, но задержали их за ношение оружия. Если они не сознаются, они получат погоду за ношение оружия. Если оба сознаются, получат по 8 лет за ограбление банка. Если один сознается, а второй не сознается, то тот, который не сознался, получит 10 лет за ограбление банка, а тот, который сознался, вступит в сделку с правосудием и выйдет на свободу. Немножко надуманный пример, если мы берем конкретные сделки с правосудием, наверное, но при этом передающие основную идею. Парадокс в том, что действуя индивидуально рациональным образом, в игре есть доминирующая стратегия. Что бы ни делал оппонент, для меня будет лучше, если я выберу такой курс действия. Они получают коллективно худший возможный исход. Они получают на двоих 16 лет. Каждый из них рассуждает, если мой напарник сознается, а я не сознаюсь, я получу 10, а не 8. А если он не сознается, а я сознаюсь, я вообще выйду на свободу, а так бы отсидел год. Давайте лучше я сознаюсь. Каждый из них рассуждает так, оба сознаются, получают 16 лет на двоих. И выросла бесконечная литература, чтобы объяснить каким-то образом, почему, как люди выходят из дилемм такого свойства. Во-первых, почему обычно дилеммы узников в такой форме не возникают, хотя иногда возникают, но обычно нет. Как получается, что люди избегают попадания в такие ситуации. Во-вторых, если уж они туда попали, почему они иногда выходят, а иногда не могут с этим справиться. Шеллинг добавил сюда одно интересное соображение. Дилемма узников – это не единственная коллективная дилемма. Есть еще несколько типов дилемм. Представьте себе игру, распространенную среди американских подростков, которая называется «чикен». А цыпленочек – вот такое «тен» с коннотациями в уничижительном значении курицы. В общем, то, чем не хочет показаться американский подросток перед лицом других американских подростков. Два американских подростка, как это воспитает Родригесом, садятся на машины и гонят в лоб друг к другу. Тот, который первый отвернен, тот и цыпленок. А дальше у них тоже есть платежная матрица. Худший возможный исход, как они знают, это если они оба не отвернут. Лучший возможный исход для каждого из них – это если другой отвернет, а он не отвернет. А второй исход – это если оба отвернут. Ну, отвернули, отвернули, ладно, никто не проиграл. Но третий ход в этой иерархии – это если другой не отвернул, а я отвернул. Это жив остался, но на всю жизнь чувствую себя опозоренным. А в этой игре есть… это не строгая коллективная дилемма, потому что если в строгой коллективной дилемме одна стратегия доминирует, что бы ни делал мой подельник, для меня будет лучше донести. Здесь нет такой строгого доминирования. Но как я себя поведу, зависит от того, как, по моему мнению, поведет себя мой оппонент. Если я верю, что мой оппонент не отвернет, ну, я отверну, что уж делать. А если, с другой стороны, я думаю, что он отвернет, то я попробую это продавить. А если я думаю, что он думает, что я не отверну, вот тут точно буду гнать по полной ему прямо в лоб. Шеллинг написал эти статьи, то есть исходные статьи появились в качестве политического комментария во время Карибского кризиса. До Карибского кризиса, ну, вот именно Карибский кризис создал популярность, потому что это появлялось тогда в медийных комментариях. И Шеллинг объяснял, на что похоже конкуренция между супердержавами, когда худший возможный исход – это атомная война. Следующий возможный исход – это мы забрали свои ракеты или смирились с тем, что ракеты у нас под боком, и все это видели. Следующий исход – это мы по качеству, это уже получше. Мы все продемонстрировали добрую волю, но самое замечательное – это если наши ракеты остались там, где мы хотим. И весь мир увидел, что мы такой самый крупный не цыпленок, а петух в этой игре. Понятно, каковы вплотеж или каковы следствия плохо сыгранной партии. Шеллинг дальше, однако, делает интересный ход. Он говорит, что так же, как есть супердержавы, которые играют в эти стратегические игры, есть еще и инстанции или слои психики, которые находятся в таком же положении. Его следующий большой проект назывался «Эгономика», и он утверждал, что в некотором роде у каждого человека есть разные «я», которые чередуют друг друга хронологически. Он писал больше о сильном и слабом. И вот эти сильные и слабые «я» способны играть друг другу в игру, похожую на игру в цыпленка. Или, по крайней мере, сильное «я» способно играть со слабым «я» в эту самую игру. Представьте себе, что вы бросили курить. Или, вернее, вы решили бросить курить. Вы бросили курить уже в течение 30 минут назад. И хотели бы, чтобы этот период затянулся. У вас уже большой опыт. Вы знаете, что у вас есть более слабое «я», но это с даром стану слабое, оно становится сильнее, когда нарастает абстиненция. И оно говорит вам, слушай, ну еще одну сигаретку. Ну, день был сложный, от одной сигаретки ничего не будет. Вот пачка сейчас закончится, и никогда больше. Да и вообще такие дела лучше делать с понедельника, а сегодня, прости господи, четверг. Что можно сделать с этим самым слабым «я»? Как ему не поддаться? Ну да, но понятно, что баланс силы между ними немножко меняется. Слабое «я», но даром что слабое, оно становится сильнее с каждой минуты, а слабое «я», наоборот, ослабевает. Да, у нас есть эта разумная сторона, но разумная сторона чувствует себя хуже. Чего, как ее можно усилить? Да, совершенно точно. Что можно сделать в случае с Карибским кризисом? А в случае с Карибским кризисом, или любым военным кризисом, можно сделать такой ход вперед, что хода назад уже просто не будет. Если есть какая-то нейтральная территория, если есть две стороны, которые не хотят вступать в конфликт друг с другом и знают, что больше всего они хотят вступить в прямой военный конфликт, то одна из них может выиграть это противостояние, просто выдвинув танки вперед. Таким образом, что она заняла нейтральную территорию, это было, конечно, плохо. Но если другая сторона попытается выдвинуть свои войска на ту же территорию, то уже будет Третья мировая война, и это гораздо хуже. А поэтому, если ты сделал ход первым в игре такого свойства, то тот и выиграл. Это как в случае с цыпленком. Представьте себе, что каким-то образом из этих двух подростков один подал другому недвусмысленный сигнал, что он отворачивать не будет. Оторвал руль и вышвырнул в окно. Вот он просто не может больше отвернуть. Он едет вперед. Второму, если он рациональный, придется каким-то образом отворачивать самому. Значительная часть международной политики построена вокруг ровно таких жестов, которые демонстрируют, что тот, кто принял решение, уже вот так принял, что он не может его переиграть. И другому придется уступать, потому что иначе все умрут. То же самое с нашей психикой. Да, у нас есть это самое слабое «я», оно становится сильнее. Но если дело, например, происходит в присутствии, в течение большого количества людей, и мы всем сказали, что бросили курить вот сейчас и бесповоротно, лучше еще выкинуть все сигареты в доме, объявить об этом всем, включая соседей, чтобы, если на лестничную клетку выйдешь, нарушая административное законодательство, все на тебя бы посмотрели. Коллегам в офисе сказать обязательно и в Фейсбуке написать, что вот тварью последней буду, если увидите в сигарете. А так, наоборот, увидите все, что железный человек практически курил с детского сада, а тут взял и бросил. Когда вы приняли эти меры предрасположенности, позиция сильного «я» стала значительно сильнее, потому что теперь она проиграет гораздо больше. Маленькая уступка, еще одна сигаретка станет большой уступкой. Сигаретка-то всего одна, а лицо потеряно раз и навсегда, почитай. А эти слои возможной психики или эти агенты внутри нас, они вот как-то стратегически пытаются манипулировать друг другом. Есть это самое сильное «я», которое предполагает, что может заставить само себя мобилизоваться. Любит, например, если это академическое «я», она любит ставить дедлайны. Знаете, думаешь, поставлю какую-нибудь лекцию. Я ведь обязательно придумаю, что я собирался. Не придумал, уже три года откладывал. Ну, если у меня лекция будет, я обязательно додумаю это до конца. Мобилизуюсь и додумаю. Детство мне будет уже некуда. Или стать юздом, или вообще в университет поступлю. Ну, это на самом деле главная причина, почему люди поступают в университет. Университет не нужен для того, чтобы, когда есть Петровская библиотека, не нужен университет, чтобы изучать социологию, психологию, да и вообще практически ничего он не нужен. Он нужен ровно для того, чтобы ставить дедлайны. Потому что самостоятельное изучение всегда можно отложить на потом. День будет тяжелый, еще чего-нибудь, еще чего-нибудь. А уж если завтра контрольное, волей-неволей учить придется. То есть вообще формальные роли – это в значительной степени усиление нашего сильного «я». Шеллинг немного колебался по поводу того, обладает ли слабое «я» способностью к стратегическому мышлению. Он утверждал, например, что послушал на вечеринке женщину, которая говорила своему спутнику, «А если, когда я буду трезвый, я еще раз тебе скажу, не брать с собой сигареты, не слушай меня». В данном случае слабое «я», которое явно контролировало ситуацию, предвидело, что сильное «я» попросит спутника не брать сигареты, чтобы она не могла закурить, и заранее пыталась его отговорить от того, чтобы это самое сильное «я» слушать. Но, возможно, это пример анекдотический. А другое использование теории сильного и слабого, не имеющее большого отношения ко всей остальной нашей истории, но очень интересно, это попытка концептуализировать, что создает основу нашего понимания субъекта, по крайней мере, если мы берем западную мысль, исходящую от Гарри Франкфурта, и определяющую субъектность через обладание желаниями второго порядка. Желание первого порядка – это то, что характеризует аристотелевскую животную душу, это способность чего-то хотеть. И она есть, видимо, нет у растений, но она, безусловно, есть у животных. А у всего, что мы распознаем как животного, есть вот эти вот самые желания первого порядка, которые они весьма деятельно выражают. Но у них нет желания второго порядка. Желание второго порядка состоит в желании чего-то желать. Больше всего я желаю сбежать сейчас с поля боя. Но я одновременно хочу быть человеком, который не испытывал бы страха. И вот то, что у меня есть желание второго порядка, желание желать или не желать чего-то такого, чего я все равно желаю или не желаю, вот именно это и делает нас субъектом в том смысле, какой Франкфурт предполагает, имеет в виду западная мысль на протяжении последних, по крайней мере, столетий. Еще две вариации, которые будут иметь больше отношения к Гоффману, к которому я, наконец, подбираюсь. Это Джош Герберт Митт и Эмиль Дюргейм. Джош Герберт Митт был американским социальным психологом, который опять приспособил эти самые множественные я, опять до своей цели. Но цель его была другой. Питаясь американским прагматизмом и отчасти какими-то отголосками европейской феноменологии, МИД пытается описать, как устроено мышление любое, особенно социальное, хотя по МИДу любое человеческое мышление более-менее социальное. Почему это так? Потому что любое мышление представляет собой некоторый цикл, в котором индивид реагирует на свою собственную мысль. Представьте себе человека, которому нужно сделать какой-то доклад. Человек, которому нужно сделать доклад, пытается представить себе, что он скажет. А потом он отключает ту часть, которая выдумывает слова, и слушает, как эти слова звучат для человека, который не знает, что он хочет сказать. Пример, который приводит МИД, это не с лектором, а с поэтом Ворсвортом, который был известен и вошел во все англо-американские хрестоматии как автор пейзажных лирических стихотворений, как будто передающий спонтанные радости от соприкосновения с природой озерного края. Все так, говорит МИД, но посмотрите на несколько вещей. Посмотрите, на как он работает. Его биографы обнаруживают, что он переписывает одно стихотворение десятки раз. Как он при этом должен рассуждать? Он восстанавливает в памяти... Ворсворд, видимо, не писал стихов, когда гулял, несмотря на романтический образ. Он не писал, когда гулял по тропинкам, но он возвращался в памяти к своему опыту гуляния по тропинкам. Переживала его заново, пытался каким-то образом облечь его в слова. А дальше он, видимо, забывал о том, что испытывал, когда гулял по тропинкам. Ставился как бы внешним, посторонним читателем. Читал то, что он написал. Испытывал что-то. И сравнивал то, что он испытывает, с тем, что он пытался передать уже в качестве человека, гулявшего по этим тропинкам. Когда совпадение было, когда он в качестве читателя испытывал то же, что он пытался передать в качестве автора, он, видимо, говорил себе, что хорошо написано. Если совпадение было не полным, он вычеркивал и переписывал это заново. Ворсворт был очень поэтом, разновидностью поэта-трудяги, который переписывал, перфекциониста, который переписывал одну страфу много-много-много раз. То есть он вот так вот сравнивал эти ощущения, он становился своим читателем, он в качестве читателя переписывал то, что написал как автор, и выкидывал это в корзину. И так много-много раз. Это, говорит МИД, характеризует любое мышление. Для того, чтобы иметь возможность понимать, что мы говорим, чтобы сказать что-то, мы должны понимать, как для тех, к кому мы обращаемся, эти слова звучат. И для этого мы должны на секунду стать ими, хотя бы в нашем разуме, перед тем, как мы это сказали, услышать свои слова, сравнить их с тем впечатлением, которое мы хотим передать, и произнести их, или заново отредактировать этот абзац, и произнести их опять. Здесь есть как бы две части фазы этого процесса. МИ и АЙ, непереводимый на русский язык совершенно. МИ – это что-то вроде меня, но это звучит очень плохо на русском языке. АЙ – это вот такой спонтанный импульс, в котором мы рождаем какую-то идею. МИ – это то, чем мы смотрим на эту самую идею. Это вот момент, когда АЙ стало для нас прошлым, и мы смотрим на себя мыслительным прошлым, мы смотрим на это, и мы говорим, хорошо или нехорошо. Весь этот процесс называется self, и поскольку МИ в некотором роде, для того, чтобы МИ правильно работал, нам нужно, чтобы мы смотрели глазами этой своей вероятной аудитории. Правильно, если мы ошибемся, и предполагаем, что наша аудитория понимает какие-то слова, которые она на самом деле не понимает, то цикл будет проведен плохо, и результат он не достигнет. Поэтому МИ должно быть не просто какими-то глазами аудитории, а глазами вполне конкретной аудитории, или в случае, говорит МИД, обобщенного другого, который выбирает весь наш социальный опыт. Наша способность владеть языком, она вот как-то так кристаллизует, в ней кристаллизовано все наш опыт речевого взаимодействия. Все, что мы знаем о том, как люди понимают слова, оно где-то вот там вот, и когда мы представляем себе, что мы скажем, и как это будет услышано, опираемся на обобщенный опыт взаимодействия со всеми людьми, который позволяет нам с большим или меньшим успехом понимать, что аудитория, что нам удастся до аудитории донести. И, наконец, последний автор в этом предыстории, это Дюргейм, у которого тоже есть двоя, или вернее, два слоя сознания, индивидуальное и коллективное. Дюргейм смело заявляет читателю, что у человека есть два сознания, одно из этих сознаний, или две части сознания. Это индивидуальное сознание, это те мысли, которые принадлежат нам и только нам. Это что-то, что мы придумали, что-то, что делалось в нашем разуме, отражение нашего опыта. Кроме этого, есть коллективное сознание, которое, как мы знаем, мы делим с людьми вокруг нас. Это представления, которые мы делим с ними, взгляды, которые мы делим с ними, ценности, которые мы делим с ними. Разница между этими двумя слоями, она прежде всего в эмоциональных реакциях. Когда другой человек говорит что-то, что не соответствует содержанию нашего индивидуального сознания, мы начинаем думать, а может быть, мы неправы, а может быть, надо разобраться. Когда человек говорит что-то, что является содержанием нашего коллективного сознания, мы приходим в ярость. Это вот такое моральное свойство ярость. Когда человек начинает отрицать очевидные вещи, которые все знают, мы не знаем, как на это отреагировать, кроме как разозлиться. А когда другой человек каким-то образом наступает на то, что кажется нам общезначимой и не подлежащей сомнению ценности, мы тоже приходим в ярость, потому что мы не знаем, как еще с этим бороться. А коллективное сознание определяется потому, что оно резонирует с сознанием других людей, и за счет этого резонанса его носитель обладает моральной уверенностью, что он может и даже должен покарать за любое отступление от этого самого коллективного сознания. Вторая вещь, которая очень важна для Дюргейма, это то, что коллективное сознание возникает в ходе ритуалов. Как люди могут узнать, что есть некоторый резонанс между тем, что думают они и думают другие люди. Потому что они собираются вместе в ситуации физического соприсутствия лицом к лицу и каким-то образом озвучивают или проигрывают эти самые задержания коллективного сознания. И все знают, что все это знают. С этого момента оно становится общим знанием. Вот только так люди могут это коллективное сознание может сформироваться. Гражданское, ну вот из тех вещей, которые наследники Дюргейма исследовали, было американское движение в социологии, есть отчасти этнометодология, которое больше всего пространилось экспериментами, в которых научный руководитель просил аспирантов вести себя некоторым неестественным. Научный руководитель с тех пор социологи очень любят просить аспирантов придумать какой-нибудь способ неестественно себя вести и наблюдать за реакциями других людей. Например, один из экспериментов самый удачный заключался в том, чтобы спрашивать в ответ на американское how you're doing, каждый раз спрашивающего, а что конкретно ты имеешь в виду? Настроение, погоду, ситуацию в мире, физическое состояние. Давай, поговорим об этом. Ну и, как правило, это вызывало некоторый шок, потому что люди, которые задают вопрос, как дела, не рассчитывают то, что их спросят в ответ. И удивительное дело, они возмущаются, они чувствуют, что их обманули, что какие-то очень важные правила игры были здесь страшно нарушены. И то, что они не могут объяснить их, а то, что следующее, а скажите, а почему вы разозлились? Злит их еще больше, потому что не могут объяснить, почему они разозлились, но потому что все должно было быть не так. И это очень георгемианская тема, знание о том, как оно должно быть, предположение, что все люди это знают и все должны вести себя так, как если бы они это знали, это очень важная вещь, которая является в действительности фундаментом социального порядка. Когда люди отказываются себя так вести, другие отказываются себя вести, они превращаются для нас в угрозу устойчивости всего нашего мироздания. И мы их за это отчаянно ненавидим. А дюргейм, тем не менее, звучит немножко метафизически, но Гоффман, как я попробую показать в следующие 20 минут, неожиданно показывает, как эту тему можно с одной стороны соединить с Фрейдом и Мидом, а с другой стороны увидеть практически здесь и сейчас вокруг себя. А это Гоффман, русско-украинско-еврейско-канадско-американско, там еще будет несколько социологов, этничности, к которым можно соотнести социолог, который родился в Канаде, начал изучать химию в Торонто, пережил отчаянное увлечение психоанализом, переключился на антропологию, антропология в Торонто была под очень сильным влиянием тогда британской, которая в свою очередь была помешана Дюргейме, и практически наизусть знал толстый монументальный труд Дюргейма, элементарные формы религиозной жизни, размышления, татемизма в Австралии, это не слабое достижение, в Турге 800 страниц, и на две трети он состоит из непроизносимых австралийских слов, которые, кроме того, Дюргейм, видимо, использовал не совсем правильно. Ну, вот он знал это практически наизусть, и называл Дюргейма он, и писал это с большой буквы, не боясь оскорбить чувства верующих, хотя, наоборот, рассчитывая, что сможешь на нем понаблюдать при этом. Перебирался изучать социологию в Чикаго, на факультет, который, как считает, который преподавал много учеников МИДа, сам никогда МИД не преподавал, но при этом те, кто там преподавал, считали, что они развивают МИДовскую традицию в социальной психологии, и в завершении всего был приятелем Шеллинга, который как раз по карибски и в некотором смысле он соединил все эти несоединяемые, несоединяемые на первый взгляд линии. Гоффман известен больше всего благодаря одной своей работе, и, по сути дела, благодаря названию этой одной своей работы, «Представление себя другим в повседневной жизни». Вышло в 56-м, первое издание, но более известное издание 59-го года, которым, собственно, основная мысль, как она обычно распознается, она вот есть в этой самой фразе, люди представляют себя другим в этой самой повседневности. Что при этом Гоффман имеет в виду? Он имеет в виду, он переосмысливает концепцию роли, так как она существует в социологии до него. А роль к тому времени одно из основных социологических понятий, предположительно, люди все время играют какую-то роль, МИД об этом уже пишет. А роль ясно, что воспринимается по аналогии с театром. Вот так как в театре на сцену выходят актеры, каждый актер обладает определенным набором предписаний или определенным сценарием, каким-то вот последовательностью, скриптом, который для него написан. И все актеры знают, что ожидать других актеров, зная, кто перед ними. Вот это вот идея социальной роли. Есть роль, есть ожидания, которые относятся к мужчинам и женщинам, к пожилым и молодым, к докторам, к гангстерам, к культурным людям. В общем, найдите любую социальную категорию и найдется какой-то набор ожиданий, который этой категории соответствует. Когда мы сказали, что X вот это, мы знаем, чего ожидать от X, по крайней мере, в некоторых ситуациях. А в момент, когда Говн об этом пишет, очень популярное направление мысли в американской социологии следует соотношение ролей, которые сдаются набором ожиданий и ценностей. Вхождение в новую роль предполагает восприятие определенной перспективы или мировоззрения, предполагает принятие социализации, принятие на себя каких-то ценностей. Есть ценности, которые характеризуют профессиональные субкультуры. Есть, ну, например, врачей. Есть специфические перспективы, которые отличают врача от всех остальных. Врач смотрит на вещи не так, как смотрят все остальные люди. Об этом будет написано очень много. По долгу своей службы или по характеру своей службы деятельности врачу приходится относиться к некоторым вещам, которые принято воспринимать с пиететом или священным ужасом, по крайней мере, отстраненно и хладнокровно, если не цинически. Профессионалам часто требуют вещи, которые для непрофессионалов в этой, недипломированных профессионалов являются девиацией. Например, от нормального человека ожидается, что он и особенно она впадет в ступор от зрелища человеческих внутренностей. А вот квалификация хирурга заключается в том, чтобы не впасть в ступор. И то, что у неврача было бы довольно подозрительным, то вот для хирурга как раз нормально и всячески восхваляется. Профессиональная социализация, говорит эта теория, есть усвоение мировосприятия, которое для общества в целом девиантно, но вот для этой профессиональной группы оно как раз нормативно специфично и предписывается. Гоффман отчасти добавляет сюда некоторое сомнение. Он переопределяет то, как люди играют эти самые роли, немножко возвращаясь к исходному театральному языку. Если следовать вот такой вот нормативной теории, актеру для того, чтобы сыграть короля Лира, нужно поверить, что он король Лир. Нужно мысленно ресоциализировать себя, проявить себя в королевские ценности, но это все неправда, говорит Гоффман. Актер, который действительно поверит, что он король Лир, попадет в сумасшедший дом. И Станиславский с ним в этом согласен. А король не должен действительно верить, что он является тем, кого он играет. Он не может в это, видимо, поверить, и последствия будут совершенно катастрофические. А он знает, что ожидается от актера, который исполняет эту роль, и соответствует этим ожиданиям, но это вовсе не значит, что он что бы то ни было интерроризировал. Примерим это на человека. Правда ли люди есть определенные ожидания в отношении взрослого. Мы думаем, что взрослые серьезные, ответственные, скучные, на них можно полагаться, они не склонны к необдуманным поступкам и к утежу, но правда ли становятся взрослее, мы внутренне становимся всем этим, или мы просто понимаем, что нам придется, потому что от нас это ожидают, и если мы не будем вести себя в соответствии с этими ожиданиями, решат, что мы отстали в развитии. А в отношении профессий и в отношении самых разных ролей мы можем попросить, правда ли люди инкорпорируют их, интерроризируют, усваивают соответствующие ценности, или просто понимают, что нужно делать, чтобы сойти за их представителя и решают для себя, что лучше им будет таковыми казаться, потому что, если они не будут таковыми казаться, будет хуже. А есть масса демонстраций, свидетельств того, Гоффман их собирает в своей книжке, что второе описание исполнения роли, как чего-то, что люди вполне сознательно и рассчитанно исполняют, ориентируясь на ожидания других, куда адекватнее, чем первое. Фактически, в очень многих профессиях, в Чикаго тогда очень развита социология профессии, Гоффман в основном берет примеры оттуда, хотя это можно примерить на что угодно еще. Так вот, во многих профессиях мы обнаруживаем, что есть вполне осознательное, осознанное разделение на ту деятельность, которая действительно направлена на скорейшую, наиболее эффективную реализацию цели этой профессии, и деятельность, которая направлена на создание видимости того, что эта цель реализуется. И это, в принципе, две разные деятельности, за которые иногда отвечают разные отделы. В современном университете это особенно развито. Вот есть учебно-методический отдел, который делает вид, что происходит учебная деятельность в глазах Рособранадзора и тому подобных органов. Есть пиар-служба, которая делает вид, что происходит учебная деятельность перед глазами масс-медиа и всего общества. Есть отдел развития, который имитирует все то же самое в глазах богатых доноров. Есть иногда GR-отдел, который демонстрирует то же самое политикам. И есть, наконец, преподаватели, которым останется немножко времени от того, чтобы удовлетворять требования всех этих очень важных служб, и реально учат студентов. Причем процесс реального обучения студентов, он настолько не соответствует ни одному из этих шаблонов. Для того, чтобы эффектно показать Рособранадзору, что мы учим студентов, нужно приготовить учебно-методический комплекс, рабочую учебную программу, которой не обязательно следовать. Она часто написана так, что следовать ей совершенно невозможно. А для того, чтобы сделать вид в лице масс-медиа, нужно, чтобы профессор в белом халате с бородкой ходил вдоль и поперек грифельной доски, хотя он может быть так озабочен тем, что выглядит профессором старой школы, что уже не думает о том, что написано на доске. Вообще на доске нужно будет написано что-нибудь такое страшное и серьезное, что может быть и бесполезно, а то выглядит внушительно. Какая-то реальная трансляция информации, она может выглядеть как очень плохой учебный процесс с точки зрения зрелищности в глазах какой бы то ни было аудитории. И поэтому исполнение роли, оно подразумевает вот эти вот самые два пласта. Чтобы очень хорошо выглядеть исполнителем этой роли, иногда нужно или смириться с тем, что исполняешь ее плохо. Люди, которые выглядят самыми эффектными профессорами, обычно являются не самыми выдающимися учеными и даже не самыми полезными преподавателями. Или каким-то образом это раздвоить. Вот как-нибудь оставить этот публичный фасад с одной стороны, может быть, доверие специальным людям, а перенести все исполнение функционала внутренней закрытой аудитории, где никто не будет заботиться о том, как это выглядит. Ну и создать вот фальшивую реальность и настоящую. В разных профессиональных группах это прослеживается. Во времена Гоффмана много исследовали врачей, священников, в общем, разные профессиональные группы, про которых можно было сказать, что чтобы выглядеть хорошими профессионалами, им иногда нужно переставать ими быть. А наоборот, чтобы быть, им нужно бороться с тем, что когда они действительно хорошо делают свою работу, они не выглядят хорошо ее делающими. Да, исполнение роли при этом, образцовое исполнение роли при этом выглядит одинаково, вне зависимости от того, верит ли или не верит тот, кто ее исполняет, в том, что он является в действительности тем, кем притворяется. Бесчестный соблазнитель и искренне влюбленный пытаются соответствовать одному и тому же поведенческому шаблону так хорошо, как смогут, причем у влюбленного меньше шансов, потому что он волнуется. А в этом деле очень важно не волноваться. Поэтому Дон Жуан всегда выигрывает. Само по себе это, да, и Гоффмана интересует, больше всего интересует, как эти роли непосредственно исполняются, потому что непосредственно они исполняются обычно в присутствии какой-то аудитории. У каждой профессии, например, есть фасад, который поддерживает столько для того, чтобы клиенты, которые с ней соприкасаются, могли визуально, вот войдя в физическое присутствие, посмотреть и сказать, что да, перед нами работают профессионалы. Поэтому профессора отращивают профессорские бородки и носят профессорские очки. Врачи в своих кабинетах ставят скелеты. В Америке, которое Гоффмана описывает, это еще не выглядит особенно шаблонно. У них действительно стоят какие-нибудь там скелеты и стоят архаичные тома медицинской энциклопедии, которые абсолютно бесполезны, разумеется, но хорошо выглядят. И как-то вот реконструируют тот самый фасад врачебного кабинета. Максимальная плотность такой имитативной деятельности приходится на ситуации взаимодействия лицом к лицу, когда в физическом присутствии эти люди находятся друг с другом. Чем дальше от физического присутствия, тем на самом деле меньше необходимости в поддержании публичного фасада. А все это еще не делает Гоффмана особенно оригинальным мыслителем в том смысле, что все это можно представить у Сомерсета Моэма в театре и, вероятно, у многих его предшественников. А что делает Гоффман оригинальным мыслителем? Это то, что Гоффман замечает интересную вещь. Хотя все, что мы представляем другим людям, есть театральное представление, хотя мы должны и отдаем себе в этом отчет в некоторой искусственности, шаблонности и соответствии ожидания, все это не заставляет нас быть абсолютно циничным по отношению к реальности, которую мы создаем. А при том, что люди постоянно играют какие-то роли друг перед другом и кем-то притворяются, они почему-то страшно огорчаются, когда им не удается представить себя другим, кем они хотят. Ну, казалось бы, Гоффман часто представляет как человек, который описывает людей как законченных циников, исполняющих роли. И как-то из всего, что я сказал, получается, что они циники. Доктора притворяются докторами, влюбленные притворяются влюбленными, все мы постоянно обманываем друг друга и живем в мире масок. Все так, но на следующем этапе вдруг оказывается, что эти маски являются для нас объектом огромного эмоционального и морального значения. Основным мотивом побудительного поведения для ситуации в лицо, в лицо, но и не только, для людей оказывается потребность сохранить лицо. Лицо как некоторый особый социальный объект. И множественный я в случае с Готтаном появляется как раз как лицо. лицо, фейс, в другом месте называют это характером, в третьем месте называют это идентичностью. Это странная сущность, которая появляется независимо друг от друга в разных культурах. Вот в Китае и на Дальнем Востоке понятие лицо, причем обозначающее также одно и то же слово, которое означает физическое лицо и лицо в смысле вот этой публичной репутации, оно тоже существует. И там, как мы знаем из расхожих представлений о китайской и других восточных цивилизациях, соображение сохранения или потери лица господствует надо всем. Это основной побудительный мотив людей. То же самое, однако, будет верно и для Европы, и особенно для Америки, которую Гоффман описывает. Что люди стараются сделать больше всего? Они стараются не потерять лицо в присутствии других людей. Это доминирующее социальное стремление, которое в действительности подчиняет себе все остальные. Разные исследования показывают, что в целом для людей потребность сохранять лицо давлеет над соображениями экономического благополучия. А в сущности зачем нужно экономическое благополучие? Для того, чтобы не обнаружить себя нуждающимся в лице других людей. Когда люди не нужно представлять себя богатыми и успешными, они могут быть довольно безразличны к богатству и к удовлетворению потребностей. Почему антропологи на радость с разным левым теоретиком находят примитивные племена, в которые все одинаково бедные и никто особенно не несчастлив это зрелище чужого богатства и подозрение, что нас сравнивают с богатыми и успешными, которые делают богатство важным. А не то, что богатство людям на самом деле нужно, чтобы состояться в каком-то смысле. И они давлеют даже над соображениями физической безопасности. Разные исследования, которые были очень на слуху во времена Гофмана из Второй мировой войны показывают, что основным соображением, которое удерживает солдат на поле боя оказывается желание не потерять лицо перед абстрактным домом, но еще больше перед непосредственно находящимися рядом товарищами. Идеология, представления о том, что мы боремся с ненавистным врагом, они отступают на задний план перед какими-то совсем другими соображениями такого вот низового базового человеческого товарищества. И нежелание испытывать стыд, если проявишь трусость. То есть, как бы, это все и игра, как бы, это все и маска. А с другой стороны, эта маска с точки зрения влияния на человеческого поведения оказывается настолько важной и влиятельной, что никак не подумаешь, что люди относятся к ней цинично. Как люди одновременно могут создавать какую-то искусственную фальшивую реальность и отдавать за нее свою жизнь. Гоффмана на самом деле очень волнует этот вопрос, и он ищет и находит на него разные ответы, ускользающие при его конспективном изложении. Социальное лицо... Да, еще одна поразительная вещь про социальное лицо. Люди не только заботятся о своем социальном лице, они не только боятся потерять это самое лицо, они почему-то, и это уже совсем непонятно, если изображать их циничными и манипуляторами, они заботятся о лице других людей. Доминирующее соображение в порядке взаимодействия это соображение тактичности, прагматического принятия линий, которая принята другим человеком, когда другой человек пытается представить нам себя кем-то, мы по умолчанию соглашаемся. Если это не подростки, которые известны довольно жестоким отношением друг к другу, а взрослые социализированные люди, то когда новый знакомый начинает рассказывать нам о знакомстве с Элвисом Пресли, о невероятном богатстве, жизненной успешности знакомый, не знаю, в купе, мы, скорее всего, даже если на сколько это не верим, как-то вежливо киваем. Когда другие люди выпрашивают у нас комплименты, мы почему-то эти комплименты обычно делаем или, по крайней мере, не делаем чего-то, что могло бы их обидеть, даже если в действительности хотим. Продолжаем какой-то разговор, который нам совершенно не хочется продолжать. Слушаем кого-то, кого нам неинтересно слушать. Киваем, улыбаемся, здороваемся с людьми, которым вовсе не желаем здравствовать. Спрашиваем, как дела в американском примере у людей, которых нам совершенно нет никакого дела и до их дел еще меньше. Вот почему мы постоянно все это делаем? Почему мы этому так привязаны? Почему мы еще не о своем лице заботимся, но и каким-то другим образом помогаем другим людям? У Коффмана есть ответ. Он возвращает нас к Дюргейму, и он гласит, что индивид является двумя сущностями сразу. Он является социальным лицом, и он является каким-то агентом или актором, которому это лицо доверено. Отсюда и в русском языке, и в английском языке, и говорят в китайском языке, есть идиома, означающая уронить лицо или потерять лицо. Это подумайте. На секунду это довольно интересная штука. Это подразумевает, что у каждого есть лицо, какой-то внешний объект, который мы таскаем на себе, и который может от нас отвалиться вот сюда. И наша задача его не потерять. А если мы, наоборот, его сохранили в сложной ситуации, то мы молодцы, и об этом можно рассказывать, и это что-то очень хорошее и важное. А если мы его потеряли, страшная вещь нужно искать снова. Или упасть в грязь лицо. Это, правда, идиома уже какая-то на пересечении физического лица и социального, но понятно, почему оно употребляется не только, когда человек употребил лишнего и физически упал, но и для многих других разных ситуаций. Гоффман, возвращаясь к Дюргейму, говорит, что лицо это социальный объект, который доверен нам обществу, нам обществом. Каждый из нас, по сути, является лишь держателем чего-то, чем общество нас наделило, и именно поэтому лицо такая важная сущность, и в отличие от нас лицо является объектом священным. Поскольку оно часть общества, а у Дюргейма общество это по определению объекта религиозного чувства, то любое социальное образование, институт, какое-то коллективное представление обязательно воспринимается как священный объект. И лицо это тоже священный объект. А в нашем случае человек, который потерял лицо, всячески осуждают. Но подумайте, он потерял свое лицо, как бы. Почему нам его осуждать? Если считаем, что лицо это просто его собственность, но котик захотел, потерял лицо, захотел, не потерял лицо. Но нет, лицо это не его собственность. И вообще он это малозначимое приложение к лицу, говорит Дюргейм. Лицо это проявление социального, это что-то, что доверено каждому из нас обществу. И когда индивид теряет лицо, то мы его всячески осуждаем, потому что лицо это священный объект, а индивид малозначительный расходный материал. Что-то, к чему это лицо всего-навсего прилепилось. У Дюргейма есть совсем уж провокационное рассуждение о том, что мы становимся тем более личностью, тем менее мы являемся индивидуальностью. Чем более стереотипным является наше социальное лицо, тем более оно ценное объект, а чем более мы индивидуальны, тем больше сомнений в том, что это социальное лицо это на самом деле общественное отражение. Звучит, как метафизика, совершенно метафизические какие-то рассуждения, но посмотрите, говорит Гоффман, гляните вокруг себя, это то, что мы делаем каждый день. Если индивид это религия современных обществ, как пишет Дюргейм, а вместо Бога мы поклоняемся человеческой личностью, в этом он согласен с Русской Православной Церковью, то ритуалы этой церкви мы можем обнаружить вокруг себя каждую минуту. Почему Гоффман анализирует эти ритуалы, он разделяет их на обращенных на себя и обращенных на других, на позитивные и негативные, позитивные это те, которые каким-то образом подчеркивают важные, положительные и ценные элементы лица другого, негативные это те, которые подчеркивают его неважность и незначительность, и посмотрите, мы здороваемся другими людьми, улыбаемся им, как будто мы им рады видеть, мы их рады видеть, это пример позитивного ритуала. Если другой человек появился перед нами смертельно замазанный с крошками в бороде, мы делаем вид, что не заметили этих крошек, это негативный ритуал, мы делаем вид, что эта негативная информация нас не достигла. Можно появиться с крайним непорядком в одежде чрезвычайно пикантного свойства проходить таким образом целый день, потому что все вокруг постесняются указать на это встреченному знакомому. Вот это тоже пример негативного ритуала, хотя и довольно разрушительного в том смысле, что он делает положение своего объекта только хуже. Откуда все это берется? Откуда эти самые маленькие ритуалы, которые мы наделяем себя и наделяем других? Ну, это, говорит Гоффман, ровно это как раз и есть ритуал нашей современной религиозной веры. Это способ, которым мы молимся человеческому лицу. Мы делаем вид, что мы заботимся о том, чтобы наше лицо выглядело привлекательно. Отсюда наша озабоченность чем угодно, от гигиены до держания себя с достоинством и зарабатывания большого числа денег. Таким образом, мы проецируем свою какую-то идентичность или свой образ как индивида взрослого самостоятельного, ответственного, успешного и наделенного талантами. Мы не замечаем, что другие люди или делаем вид, разумеется, что не замечаем, что другие люди не так успешно, как бы им самим хотелось. Мы соглашаемся делать вид, что верим, что они сами выбрали свой путь, не высказываем сомнений в том, что в действительности это не был выбранный путь, а никакой другой не был для них открыт. Это вот такое совершенное табу. В общем, все эти вещи, которые родители учат своих детей, книжки по этикетам, учат взрослых, которых не доучили родители, они есть разновидность ритуалов, которые пронизывают все, которые определяют, как люди себя ведут. И которые, это я ненадолго обращаюсь в зеленые книжки, стоящие вот там вот на полочке, определяют, существуют ли вас нормальным. Гоффман провел некоторое время в психиатрической лечебнице в качестве исследователя. Люди, которые близко его знали, находили, что у него было много причин туда обращаться, потому что он, скажем, стоял на грани между тем, чтобы… В некотором смысле он писал о себе. Или когда он писал о неловкости, он писал о том, что он создавал вокруг себя, он не был простым. Множество людей после его смерти сошли, необходимо написать, что он был самым интересным человеком, которому они соприкасались. Очень немногие, если вообще кто-то, сошел, необходимо написать, что он был самым приятным человеком, с которым они соприкасались. Так вот, Гоффман кажется, что генерировал вокруг себя какие-то невероятные ощущения того, что лицо навсегда пострадало, все возможные нормы нарушены, и психиатрия в его случае выглядит довольно закономерным дополнением. Но нет, он работал в психиатрической лечебнице в качестве исследователя, и он утверждал, что вот то, что он делал в научных целях, и вполне сознательно, если человек делает сознательно и в ненаучных целях, неизбежно заканчивается госпитализацией. Когда люди попадают в тюрьму, они попадают, потому что нарушают некоторые законы этики. Когда они попадают в психиатрическую лечебницу, они попадают туда, потому что нарушают законы этикета. Страшно не то, что вы рассказываете про то, что вас украла летающая тарелка. Ничего страшного. А страшно то, что когда собеседник желает, нужно показать, что он хотел бы, чтобы вы обратили все сказанное в шутку и вежливо хихикает. Вы не обращаетесь в шутку, а продолжаете настаивая, что действительно украла летающая тарелка. Оттуда вышли мужчины и женщины трехметрового роста в серебре и сказали, что на вас возложена важная миссия. Вот то, что вы не поменяли тему, это страшно, а не то, что летающая тарелка. Если вы точно поймете, когда нужно остановиться и не говорить про летающую тарелку, вы сойдете за человека с хорошим чувством юмора, с развитым воображением, возможно, за визионера, но вы не сойдете за сумасшедшего. А вот если вы будете останавливать любого встречного и начинаете рассказывать, что протекла канализация, современные сантехники не к черту, пластмасса не к черту, трубы не к черту, канализация потекла, всегда будет честь, невозможно побороть. И как бы вас ни попытались от этой темы отвести, вы будете настаивать на обсуждении канализации, к сожалению, вы закончите в сумасшедшем доме. Сама по себе тема в летающей тарелке или канализации, она вторична по сравнению с тем, что вы меняете, ломаете нормальный порядок беседы. Этот персонаж, да, ну, как я и говорил, особая плотность ритуальной работы возникает в ситуации физического соприсутствия, еще и потому, что когда люди находятся рядом друг с другом, они дают друг другу очень много разных ключей, очень много способов, которые мы показываем другим, что на самом деле о них думаем. И гораздо меньше возможностей как-то это отрефлексировать, продумать, построить стратегию, поэтому писать письмо гораздо проще, чем говорить по телефону, гораздо больше шансов по телефону что-нибудь ляпнуть. А уж когда общаешься лицом к лицу, лицо может что-нибудь выразить, жест какой-нибудь невольный, в общем, страшно. А порядок интеракции – это как раз взаимодействие лицом к лицу, в котором люди, соприкасаясь друг с другом, должны постоянно подавлять истечение какой-то вредной, неприятной информации, которая может скомпрометировать их самих и других, им постоянно нужно заботиться о том, чтобы держать себя, нужно самодействие за тем, как другие люди держат себя, нужно следить за тем, чтобы другие не поняли, что они сделали какую-то ошибку, упаси бог. Вот это вот постоянная работа, которая каждого из нас окружает. Этот персонаж не был социологом, я думаю, его кто-нибудь мог узнать. Да, совершенно точно. Но в пьесе, которая ему посвящена, и в разных адаптациях и постановках, есть одна сцена, которая прекрасно передает то, что Гоффман хотел рассказать. Это сцена, в которой Серано знакомится со своим удачливым соперником, и удачливые соперники предупреждают, что Серано совершенно бешеного нрава, при нем ни в коем случае нельзя упоминать нос. Вообще нос ни в каком виде нельзя упоминать, потому что, представьте себе, пишет Гоффман в книжке под названием «Стигма», что вы познакомились с человеком, у которого нет носа. Вот просто нет носа. С одной стороны, это первое разумеет, что вы заметили про другого человека, с которым вы общаетесь физически, то, что нос отсутствует. А с другой стороны, то, что вы знаете, как вежливые люди, вы ни в коем случае не можете упомянуть. Нос становится таким объектом, более того, вы делаете вид, проецируете какую-то странную версию себя, который вообще не знает об объекте под названием нос. Вы ведете себя, как если бы нос физически не существовал. В доме повешенного не говорят веревки. Вот нет такого объекта, как веревка. Потому что другой человек может подумать, что раз вы знаете про нос, вы, наверное, заметили отсутствие носа. Другой человек, у которого нет носа, безусловно, знает, что вы это заметили. И об этом чуть-чуть дальше. Но почему-то вот эта вот социальная работа предполагает, этот ритуал предполагает, что вы вдруг повели себя, как если бы носа не существует. Так вот, присутствие Сернода Бержерака носа не существует. У него нос есть, у него даже слишком много этого самого носа. Но это тоже страшно. И удачливый его соперник, однако, ведет себя вызывающе. И в один монолог на полторы страницы использует все идиомы, в которых нос присутствует. Вот, видеть не дальше собственного носа, противник на носу, столкнуться нос к носу. В русском языке таких тоже много. Щепкина-Куперник их все использовала удачно. А теперь представьте себе, если вы не такой храбрый, то встречу с Серановой должны забыть о всех этих идиомах. И как только одна из них вылетела, вы вдруг понимаете, что случилось что-то страшное. Когда вы понимаете, что случилось что-то страшное, вы на секунду окаменеваете, а другой человек увидит, что вы окаменели, и что это, вероятно, было невинно. Если до того была какая-то иллюзия того, что все прошло нормально, то теперь, в момент, когда вы окаменели, все окончательно рухнуло. Что происходит, когда вы окаменели? Гоффман сообщает, что Гоффман здесь останавливается, но ограничивается кое-какими намеками. Но вот сейчас мы зайдем чуть-чуть дальше и увидим, какие интересные места эти намеки нас приведут. Вокруг людей, которые обладают каким-то стигматизирующим, портящим их признакам, возникает некое облако неловкости, похожее на то, о котором я сказал. Есть темы, о которых нельзя говорить. Есть какие-то предметы, которых нельзя касаться. Есть потребность постоянно отслеживать, а не вступил ли ты на опасную территорию. Она есть применительно ко всем людям, но с некоторыми их особенно много. Их становится особенно много, когда эти люди по какой-то причине важны, и нам ни в коем случае не хочется их задеть. Другие люди тоже важны, но все-таки не так важны. Отсюда те потоки застенчивости, которыми сопровождают себя неопытные, влюбленные, или просто искренне, сказал бы Гоффман. А с другой стороны, есть люди, которые в силу какого-то своего социального дефекта порождают эти самые облака. Вот как в случае с Сирано. Интерактивная мембрана, то есть людям приходится с кем-то с ними взаимодействовать, приходится строить интерактивную мембрану. В данном случае за интерактивной мембраной, не существующим в данной ситуации, оказывается, во-первых, факт присутствия излишнего носа или отсутствия носа, а во-вторых, существование носа как такового. Им приходятся какие-то факты, которые существуют здесь и сейчас, вести себя, как если бы они были отгорожены и в ситуации не существовали, как будто бы они не могли проникнуть внутрь этого самого кокона. Фактически такая мембрана характеризует разные ситуации. И Гоффман, на первый взгляд, неожиданно, на самом деле, очень логично, перескакивает к тому, как люди организуют свои взаимодействия и замечают, что любого рода события предполагают, что некоторые его события или некоторые его части, некоторые его элементы присутствуют, а некоторые отсутствуют. Что некоторых вещей в нем не существует. Например, для того, чтобы лекция состоялась, нужно, чтобы люди вели себя, как если бы голос лектора существовал, картинки или слайды существовали в той мере, в какой они способны помочь, а все остальное в данный момент отсутствовало. А посторонние шумы, другие люди, которые передвигаются в аудитории, лектор или оратор в качестве физического объекта, а не в качестве источника голоса. Это очень любопытно, но одно из самых неловких опытов, которые может испытать оратор, это опыт того, что аудитория скорее на него смотрит, чем его слушает. Это сложно определить, чем одно отличается от другого, но, может быть, кто-то испытывал, а кто не испытывал, тем повезло. Это такой странный момент переключения, когда ты вдруг понимаешь, что это объектом рассматривания, а не слушания. Вот голос. Голос является легитимным фокусом внимания. Все остальное, проезжающие машины, мигающий свет, работающий магазин не существует здесь и сейчас. Если люди начнут, если аудитория посмотрит в окно, то почти никакая лекция, только очень преданный оратор сможет продолжать лекцию с аудиторией, которая с интересом рассматривает что-нибудь за окном. Интерактивная мембрана отделяет не только характеристики других людей, но и все характеристики внешнего мира, которые не попадают в эту рамку конкретной ситуации. А теперь мы вернемся чуть-чуть назад, к Фрейду. Фрейду нужно объяснить, что такое вытеснение. И в пяти лекциях по психоанализу он приводит неожиданный пример. В пяти лекциях по психоанализу Фрейд рассказывает, «А представьте себе, что на лекцию затесался какой-то хулиган». И этот хулиган что-то начал выкрикивать и оскорблять слух присутствующих. И тогда мои смелые американские слушатели, храбрые и физически сильные, вывели этого хулигана наружу и закрыли за ним дверь, и подперли дверь табуреткой. Но что же вы думаете? Я пытаюсь продолжать, а он стучит в эту самую дверь, еще табуретка гремит и выкрикивает чего-то. В общем, все стало только хуже. Я пытаюсь продолжать, а вы делаете вид, что меня слушаете, но на самом деле мы все слушаем те похабности, которые оттуда несутся. В конце концов, мы вынуждены смириться с тем, что этот хулиган мешает нам жить. Посылаем нашего доброго председателя попытаться с ним договориться. И добрый председатель открывает ему дверь, в надежде, что он договорится, сядет, мы впустим его назад, и наступит мир. И я смогу рассказать вам, как мы все хотим убить своего родителя. А это называется вытеснение. То, что когда мы его выгнали и подперли дверь, это предмет вытеснения. Момент, когда мы его пригласили назад, это терапевтическая работа, в ходе которой мы это бессознательное содержание инкорпорировали в наше сознание. А теперь посмотрите, говорит Гоффман. Фрейд думает, что он показывает наглядную метафору. Но есть ли существование бессознательного, в которое что-то выталкивается, так и не было доказано, несмотря на огромное количество психологических экспериментов. То ситуацию, когда хулигана или кого-то пришлось отделить дверью, а он туда ломится, и в конце концов этот шум снаружи становится нетерпимым, и мы не можем делать вид, что его нет. Мы вынуждены смириться с тем, что он есть, и как-то его впустить в нашу внутреннюю реальность. Вот это происходит день от дня. Мембрану, которая интерактивная мембрана, мы выстраиваем вокруг себя постоянно. Когда мы говорим с конкретным человеком, мы делаем вид, что других людей в окрестностях нет, что мы не слышим других голосов, например, в кафе, хотя мы их, разумеется, физически слышим. Но мы ведем себя, как если бы этого не было, а если мы начинаем прислушиваться к тому, что говорят соседним столиком, мы нарушаем сразу два правила. Мы, во-первых, подслушиваем людей, для которых мы не существуем, а во-вторых, мы не слушаем, вероятно, человека, для которого мы обязаны быть здесь и сейчас, присутствовать сознательно. А как раз поведение в публичных местах целиком посвящено тем разновидностям публичных приличий, несоблюдение которых приводит людей в сумасшедший дом. И больше всего Гоффман пишет про соблюдение внимания, про то, что для нас не существует, и про то, что мы должны вести себя, как если бы его не было, а про то, что мы должны вести себя, как если бы оно было, даже если нас ни в коем случае не интересует. Вот это как раз центральный Гоффмановский сюжет. И вот в этом прекрасном примере Фрейда, который он использует как метафору, на самом деле, заявляет Гоффман, вовсе не метафора. Фрейд переносит в глубину человеческой психики то, что на самом деле характеризует ситуацию. А также, как Мит и Джоргейм, по другому поводу, Гоффман говорит, что внутри человека нет ничего, что не было бы отпечатка внешнего порядка. Наша психика – это слепок к социальной ситуации, в которой мы существуем. Если бессоннатное существует, оно смоделировано по образу и подобию вот этой вот конкретной ситуации, в которой хулиган ломится в дверь, и в конце концов мы уже не можем делать вид, что хулигана не существует, он оказался за мембраной, а мы оказались внутри. И теперь последнее, что немножко замыкает круг, добавляя сюда Шеллинга и теории игр. В теории игр есть несколько эзотерическое направление, которое называется теория эпистемических игр. О нем больше всего людей слышало, которые вообще о нем слышали, их не очень много, которых слышало, а гораздо меньше, чем о деле меузников. Оно известно благодаря ауману и идее общего знания. Общее знание – это знание, про которое не просто все знают, не просто то, что все знают, не просто то, что все знают, что все знают, но то, что все знают, что все знают, что все знают, что все знают, что все знают. Это совершенно разные материи, потому что многие вещи, которые, многое знание, которое все знают, и даже все знают, что все знают, не ведет к тем последствиям, которое ведет знание, которое является действительно общим. Представьте себе очень непопулярный политический режим, который возглавляем престарелым деспотом. Все в стране им недовольны категорически. Все знают, но пока каждый человек думает, что лично он недоволен, а все остальные, может быть, даже и довольны, никто не пойдет бунтовать, потому что это самоубийство. Все могут знать, что все недовольны престарелым деспотом, но пока каждый из них думает, что я недовольный, я знаю, что все недовольны, но все могут не знать, что все недовольны, поэтому никто из них не пойдет протестовать, а поэтому если я в один пойду протестовать только же самоубийцей, то это вероятность какого-то восстания не сильно увеличивает. Нужно, чтобы все знали, что все знали, что все знали, что все ненавидят проклятый старый режим, чтобы революция наконец случилась. Революции случаются не только поэтому, разумеется, но разные детальные исторические исследования показывают, что решающим моментом оказывается момент такого каминг-аута в политическом смысле слова, когда неожиданные люди вдруг показывают, что и они недовольны, и когда оказывается, что уж и они недовольны, то все прогнило до полного основания. Это сюжет французской «Ночи чудес», когда вдруг в новособранных генеральных штатах случается радикальный переворот, и старые наследственные привилегии отменяются. Они отменяются после того, как выступает герцог, как кровь от крови, старая аристократия, и вдруг предлагает их отменить. Потому что если герцог предлагает их отменить, ну вот все, не может быть никого на стороне старых привилегий. И да, происходит такой коллективный прорыв. Общее знание характеризует то, что присутствует в ситуации. Это не то, что каждый, это не просто то, что каждый знает про себя, не то, что каждый знает про других, и не то, что каждый знает про других, что они знают. А то, что вот вся эта пирамида простроена до самого конца. Представьте себе, говорит Гоффман, часть его, не этой, к сожалению, но другой книги, тоже прекрасной, под названием «Ритуал интеракции», посвящена сравнению двух палат в психиатрической лечебнице. Палаты, которые, считается, живут здоровые люди, ну или почти здоровые люди рядом с выпиской, по пути к выписку, и палаты, где живут тяжелые и сумасшедшие. Гоффман под прикрытием костюм санитара перемещается между ними и как раз рассказывает, чем отличается взаимодействие в этих двух палатах. Палата на пути к выздоровлению. Женщин оттуда выпускают регулярно, ну свободно они могут уходить в город, они собираются пойти на какое-то городское мероприятие. Одна из них говорит, что немножко приболела, плохо себя чувствует, предпочитает остаться. И хотя она в действительности остается, потому что у нее нет подходящего платья, потому что она вообще-то бедна. И все знают, что она бедна, и у нее нет подходящего платья. И она догадывается, что все об этом знают, и именно так интерпретирует ее нежелание идти. Никто не упоминает платье, все вежливо желают ей скорейшего выздоровления и уходят. Вот это вот как раз квинтэссенция тактичного поведения. Все сделали вид, что не знают того, что они знают. А возвращаясь немного назад, это как раз пример сохранения лица, в котором мы видим, что такое лицо. Лицо – это не обязательно то, что все знают о других людях. Лицо – это то, что все знают, что все знают, что все знают. Это знание, которое стало по-настоящему частью коллективного или общего сознания, и которое имеет странные свойства. Те, о которых пишет Дюргейм. Например, оно, безусловно, стоит над индивидом. То, что все знают, что все знают, что все знают, не может быть изменено одним человеком. В стране, в которой все знают, что все чиновники – воры, ни один чиновник не будет честным, даже если он исходно хотел бы быть честным. Потому что бессмысленно быть честным. Потому что все все равно будут думать, что он вор. И все будут думать, что он думает, что они думают, что он вор. И поэтому единственное, чем он может показаться, это он может показаться очень хитрым чиновником, который эффектно заметает следы. Но если все равно тебя считают вором, ну какая разница, в конце концов, честным или нечестным, хитрым или нехитрым. Есть прекрасная книжка Эдварда Бенфилла про моральный базис отсталого общества, в которой он именно из этой нехитрой мысли выводит разгул коррупции и неэффективное гражданское правление на юге Италии. Все уверены, что любой человек, вступивший в должность, немедленно начнет красть и пристраивать своих родственников. А если он случайно не сделает это на виду у всех, все подумают, что он украл уже столько, что ему больше некуда. Поэтому волей-неволей начнешь красть, потому что все равно все думают, что ты вор. Ну, хоть маленькая материальная компенсация. А общее знание – это не то, что обладает кто-то конкретно, это то, что обладают все люди в ситуации. Это что-то над появлением чего они работали все вместе. Можно промолчать, можно каким-то образом сдержать превращение битой информации в общее знание. И этикет во многом это и делает. Этикет не про то, чтобы скрыть от других людей, что они нам не нравятся. А этикет гораздо больше степени скрыть от других людей, что нам может быть все равно, что они нам не нравятся. Вот то, что они не нравятся – это наше личное дело. А то, что мы показываем им и не пытаемся скрыть, что они не нравятся – вот это по-настоящему тяжелое оскорбление. Иногда этикет удивительным образом предписывает нам нарушение своих собственных норм низшего порядка ради того, чтобы не нарушить нормы высшего порядка. Представьте себе, что вы не хотите заговорить в доме повешенного о веревке. Чтобы этого добиться, вам нужно постоянно просматривать списки повешенных. Потому что, как вы иначе знаете, они повесили кого-нибудь в том доме, в который вы зашли. Для того, чтобы не бросить тень на других людей или каким-то образом не наступить на больную мозоль, вам точно нужно знать их в мозоли. Чтобы не упомянуть драматические подробности к личной жизни, нужно сплетничать и, возможно, читать их переписку. То есть, для того, чтобы сохранить лицо как структуру высшего порядка, нужно нарушить практически все нормы на каком-то низовом уровне эффективно. И именно это говорит Гоппин, в каком смысле общество от нас и требует. Именно это оно нам предписывает. И здесь есть несколько парадоксов. Лицо, если мы определяем его как общее знание об индивиде, является как раз живым свидетельством того, что такое дюргеймовское коллективное знание. Оно характеризует коллектив, оно стоит над индивидом, оно является объектом невероятной моральной значимости. Этикет в значительной мере сохраняет это социальное лицо. Никаким образом не делает жизнь индивида счастливее. Этикет не помогает здоровью, благополучию, взаимопониманию между людьми, налаживанию семейной жизни. Чему хотите, он не помогает. Он не помогает ничему, кроме вот этой вот социальной организации. И, наконец, возвращаясь к Фрейду, в некотором смысле Фрейд описывает то, что происходит здесь сейчас с каждым из нас, но роль бессознательной части является наше собственное сознание. То, что Фрейд описывает, это модель ситуации, а не внутренней психики. Коллективное знание – это то сознание, которое существует. Бессознательное – это та позиция, на которую мы смотрим, из которой мы смотрим, это самое общее знание. А то сопротивление – это наше собственное усилие, потому что бы не превратить содержание части нашего сознания в элемент общего знания. В работе, которая носит типично Гофмановское название «Веселье в играх», Гофман описывает, как для того, чтобы получать некоторое удовольствие от жизни, нужно прежде всего преуспеть в проделывании этой титанической работы. Но и вот этот пример показывает, что проделывать ее можно не только с трудом и с чувством долга по отношению к высшему социальному существу, но и с большим удовольствием. Спасибо большое. Спасибо. Время ваших вопросов. У нас осталось не так много времени, поэтому давайте договоримся, что каждый человек задает один вопрос. Спасибо. И лучше задавать вопрос в микрофон, потому что ведется запись. Добрый вечер. У меня вопрос такой. Может ли имитационное «я», вот это самое лицо, которое не соответствует реальному «я», если человек, ну или система, это имитационное «я» развивает очень упорно и усиленно, рано или поздно слиться с настоящим «я». Ну, я сам поясню. Вот в России с 2006 года в большом количестве плодятся государственные правозащитные институты. У нас было в 2006 году 50 уполномочий по правам человека. Сейчас их по всем разным правам 260. Плюс разные общественные палаты, общественные советы, такие государственные правозащитники, которые все кричат защитить прав человека. Вот может ли вот это вот деятельность имитационным условиям, имитационного характера, прийти к тому, что в реальности ситуация выправится? То есть реальная ситуация станет такой, как на бумаге. То есть, хотели хотя бы приблизиться к ней. Просто, или для... И стоит ли еще увеличивать это цели имитационное «я»? То есть, давайте, не 200, а 2 тысячу полуночных. — Тут есть два вопроса. Один к Гопману, второй к Шульман. Я не отвечу на вопрос, который скорее по части Шульман. Это как раз про то, будет ли лучше, если увеличить количество уполномоченных. Может ли создаться ситуация, в которой эти люди, которые как бы служили, имитировали некоторую идею, то есть обнаружили, что им нужно, наконец, ей заняться, и с энтузиазмом вдруг ей возьмут, да и займутся. Я могу привести несколько исторических примеров, когда нечто подобное случалось, ну, возникал какой-то орган, функции которого были крайне неясны, а потом в какой-то ситуации вдруг раз, эти люди выясняли, что они нужны, востребованы. Правда, не всегда была та роль, для которой их создавали. Но они ее преопределяли, так что оказывалось вдруг, что они за нее берутся с невероятным каким-то первородным энтузиазмом. А про Гоффмана здесь есть важный момент, который как раз про Дюргейма скорее. Гоффман нигде не говорит, что имитационное «я» нереально. А наоборот, оно самая реальная часть нас. А это все остальное нереально. Это то, что находится за пределами этой структуры, неясно, амбивалентно, вызывает сомнения в нас самих. И эмоционально, может быть, не так уж важно. А вот как раз социальное «я» — это тот элемент нас, про который мы точно знаем, что он существует. Это, ну, правда, гораздо проще ответить на многие вопросы, которые касаются нашего лица, чем нашей внутренней глубинной сущности. Своей внутренней глубинной сущности ни один человек может не знать. А люди... У Гоффмана есть другая статья под названием непереводимым, где находятся действия, имея в виду под действием, вот такое вот рискованное событие, в которое люди могут проявить или не проявить характер. И он рассказывает про то, что потребность людей ехать в Лас-Вегаса, ставить деньги, зная, что они, скорее всего, проиграют. Или заниматься альпинизмом, или предпринимать, иногда принимать участие какие-то рискованных. В событиях связано с тем, что никто из нас на самом деле не знает, кто он. А потому что события, которые позволяют проявить или не проявить характер, случаются редко, и современная жизнь устроена так, что мы можем прожить ее до конца, так и не узнав, а есть ли в нас бесстрашие, а есть ли в нас бескорыстие, а есть ли в нас настоящая внутренняя сила. Мы сами провоцируем какие-то катастрофические события, которые позволяют нам убедиться, что характер есть. В Лас-Вегасе люди проигрывают деньги, фишки, и все, что там можно проявлять, они уезжают с ощущением, что они, например, смогли принять свое поражение с достоинством. А всю остальную жизнь они не знали, сможешь или не сможешь принять. Так что как раз про публичное лицо не надо думать, что это фальшивый фасад, а за ним начинается реальная жизнь. Она и есть реальная жизнь. Все остальное – это некая смутная, недосоциальная область. Гоффман в этом смысле ученик Дюргейма. Для него все, что является элементом общества, это действительная реальность. Все остальное под вопросом. Это была какая-то нота, на которой все остановилось и замерло. Неудачная. Или наоборот. А вот такой вопрос. А вот критика Гоффмана, ну, например, со стороны советских материалистов и вот нынешних последователей материалистов, они вот есть? И на какие слабые места они указывают эти критики? Ну, знаете, в Советском Союзе про Гоффмана не очень знали, как и вообще про социальную психологию. Сколько-то импортировали. Ну, как-то ее дежурно критиковали на тему того, что я помню в таком довольно дежурном духе, в том смысле, что Гоффман показывает искусственность буржуазного общества. В социалистическом обществе, разумеется, все не так. Ну, после этого какая-нибудь Андреева или Леонин, которых переводили, вот ставив такой абзац, просто переводили Гоффмана и пересказывали. И кому-то из них он нравился, кому-то меньше, видимо, нравился. Но нельзя сказать, что он был большим фактом интеллектуальной жизни в Советском Союзе. Он не сильно интересовал социальную мысль здесь. Материалистов, если иметь в виду, под ними в виду марксистов современных, ну, на самом деле, очень по-разному, потому что современные марксисты – это странное племя, очень разрозненное. Не то, чтобы какой-нибудь марксист, марксист был вот таким нелюбителем персонально Гоффмана. Да, пожалуй, нет. Просто действительно марксизм в большинстве своих версий, некоторых версиях будут очень приветственно к нему относиться, вот ровно за имитативность. Какая-то такая марксизм скрещена с Бодрияром, например. Или более постмодернистских версий. Левые будут в полном восторге. Поскольку Гоффман предположительно показывает перформативность «я» и одновременно привлекает внимание к травмам, которые люди наносят друг другу, и всем наносят капиталистический порядок и современный капитализм. Вот это какая-то одна история, которая делает очень популярным. Критика Гоффмана, если она... Есть несколько направлений критики частично. То есть критика, если она... Очень сложно отрицать, что то, что он писал, существует. Ну, про то, что лицо существует, про то, что люди совершают какие-то позитивные, негативные ритуалы, про то, что мы представляем себя другим. Да нет, как-то это вот просто практически везде. Критика, которая была, она исходила из очень близкого и дружественного лагеря. Скорее, как раз из этой методологии, которую я упоминал, для которой Гоффман... Скажем, что... Гоффман исходит из того, что агенты знают, как и что выглядит. И что их усилие – это манипулировать восприятием, манипулировать восприятием, которое существует у других людей. И как другие люди знают, существует у них самих для того, чтобы передавать какую-то информацию. Но в действительности социальный порядок может быть менее устроенной вещью. И, по крайней мере, столько же усилий или больше усилий направлено на то, чтобы создать видимость того, что хоть какой-то порядок существует. Это не какой-то радикальный антагонизм, который существует между Гоффманом и Гарфинкелем, тем более, что они были коллегами, одно время почти стали соавторами. Но, скорее, несколько разные акценты. Это, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, про то, в какой смысле это имитация... Что существует за пределами имитации. Вот как раз Гарфинкелем скажет, что любое взаимодействие между людьми существует, подчиняется одному очень важному императиву. Все его участники должны понимать, что здесь и сейчас происходит. А чтобы они понимали, что здесь и сейчас происходит, нужно, чтобы все остальные люди, которые делают что-то, делали это так, чтобы другие люди понимали, что они какого черта, они здесь делают. А чтобы, если те не поняли и спросят, они всегда могли подробно, по пунктам объяснить, зачем это было и почему это было именно так. Люди постоянно действуют, рационализируя и каким-то образом организуя свое поведение с тем, что оно было понятно, прозрачно, прочитываемо для окружающих. У Гоффмана, собственно, есть некоторые примеры. Например, он пишет как раз в поведении в публичных местах про то, что одна из вещей, которая прямая дорога в психиатрическую клинику, это делать что-то, что другие люди не могут понять и интерпретировать, как уместное, нормальное в данной ситуации поведение. В свое время, это пример я, извините, провожу регулярно, но просто лучшего нет. Однажды по молодости я давал студентам в классе задания, когда впервые читал лекции по Гоффману, выйти на ближайшую автобусную остановку и соскакивать и заскакивать на поребрик. Ничего не объясняю. Ну, там, стоит много людей, вы начинаете делать какое-то бессмысленное действие. Не даете, не вступаете в контакт, не улыбаетесь, ничего не объясняете, просто с серьезным лицом соскакиваете и заскакиваете на протяжении пяти минут. Все сказали, что им не понравился этот опыт. Был единственный случай со студенткой, которая сказала, что ей понравилось, но она выглядела, я примерно представляю, как она это делала, и что-то подсказывает мне, что она смогла, ничего не говоря окружающим, так это переопределить, что на нее смотрели с немым восторгом и обожением. Но это особо человеческий талант, а у тех, у кого нет этого таланта, кто просто попробует пососкакивать и соскакивать этот самый поребрик, и столкнуться с тем, что они смотрят как сумасшедших, станет необычайно болезненно и неприятно это состояние. Так вот, у Гарфинкеля это, безусловно, один из главных императивов, без которого любое взаимодействие разваливается. Мы постоянно делаем что-то, чтобы другие люди поняли, что мы делаем. Это видимость и есть на самом деле наше делание, потому что как только мы начнем выглядеть делающим какую-то определенную вещь, все рассыплется на куски. Нельзя отнять имитацию от реальности, в общем, нельзя слишком далеко зайти в этом процессе. И этнометодологи были критиками Гоффмана, как и старые медианские психологи, которые говорили, что у людей все-таки гуманизма нужно больше, это самое внешнее я, это не все, есть еще подлинное я. Но вот какой-то такой внешней, далекой критики, мне кажется, никогда после выхода его к ним не встречалось. У него были работы по социолингвистике, которые критиковались специфически социолингвистами, хотя обычно тоже методологически близкими. А так критика, она наносила скорее такой очень близкий характер, типа того, что да, это великая книга, но там что-то осталось за ее пределами, или уж такой совсем далекий, напускает туману и отвлекает рабочий класс от классовой борьбы на службе буржуазной идеологии. Ну, такое тоже есть, да. Здравствуйте. Долго не решался задать вопрос. Вы знаете, вопрос такой. Учитывая, что теория Гоффмана по сути применима на, исследует то, как взаимодействуют индивиды в обществе здесь и сейчас, то есть какими механизмами они пользуются. Насколько эта теория применима сейчас, учитывая вот этот плюрализм ценностей, поставленные Исаией Берлином в конце 20 века и в западных странах движение идеологии за разнообразие, многообразие и так далее. То есть, если переначать вопрос, не изменились ли эти ритуалы или имеет ли вообще смысл говорить о каком-то универсальном принципе поведения в обществе, когда, например, мы можем в одном и том же баре, в котором мы сидим и выпиваем пиво, с одним человеком поговорить, например, про какую-то тему, которая в принципе, в общем, считается неуместной, а с другим мы не можем про нее поговорить. Спасибо. Меняются ли эти ритуалы? Ну да, они, безусловно, меняются. А тут нет никакого сомнения. Даже если мы возьмем поведение в публичных местах, Гоффман пишет в последнем параграфе про tightness и lozeness, ну вот такое застегнутое, то есть ситуация на все пуговицы и более неформальность, раскованность. И он пишет, например, что эта граница во многом является границей между средним классом и рабочим классом, в который рабочий класс ходит расхристанный, грязный, а как раз средний класс отличается тем, что ходит на работу в галстуке, в чистой одежде, в которой нельзя сесть на тротуар, чтобы съесть свой ланч. Нужно сидеть обязательно на стуле. И вот где-то там по этой границе расхристанности и застегнутой все пуговицы проходят классовые границы. Сегодня это совершенно не так, как раз какой-нибудь высший средний класс будет выглядеть чрезвычайно расхристанно, приходить на работу в спортивной одежде и смотреть высоко на вчерашних прулов, которые настаивают на том, чтобы обязательно являться в костюме с гигантскими плечами. И в этом смысле цикл моды, он немножко действительно иногда просто обращает оппозиции на 180 градусов. Такое существует. Когда мы говорим про то, что этих ритуалов, они стали менее универсальными или их стало меньше, а вот это чрезвычайно сомнительно. То есть, судя по всему, они стали чрезвычайно гораздо более универсальными. Какие-то поведенческие модели, которые исходно принадлежат, не знаю, американской массовой культуре, успешно транслируются в такие места, в которых никогда не подумаешь, что может что-то транслироваться. Видели вы, какие-то фотографии активистов исламского государства, террористической организации, запрещенной в России. Каждый раз, когда слышим, мне всегда хочется найти террористическую организацию, которая была бы официально разрешена в России, чтобы провести какую-то границу. В общем, есть террористическая организация, которая сейчас специально запрещена в России. Например, ИГИЛ. Посмотрите на фотографии бойцов ИГИЛ. Они улыбаются. Когда появляется камера, они в нее начинают улыбаться, как американские школьники. 50 лет назад люди не улыбались в камеру. Эта модель постепенно, после Второй мировой войны, из Америки начинает распространяться, и мы видим ее везде. Люди перед камерами ведут себя совершенно одинаково, даже если они как будто отвергают все ценности западной цивилизации на корню. А глобализация, которая происходит в этой области, она, видимо, гораздо более серьезна, чем какая-то возможная партикуляризация. Есть партикуляризация по классовым линиям, безусловно. Но когда мы берем какие-то базовые гофмановские этикетные модели, они настолько катком прокатываются по всему. Люди, например, начинают настолько, не знаю, заниматься личной гигиеной, использовать дезодорант. Вот такое специфически западное исходное табу на телесные запахи, которое прокатывается, опять же, натурально по всему миру. 30 лет назад мир пах гораздо сильнее, чем он пахнет сегодня. А сегодня мы живем в мире, лишенном подобных запахов. И опять же, вот это есть совершенно везде. То, что содержание меняется, унификация скорее возрастает. Какие-то нюансы, в смысле тем, которые можно поговорить, с кем и когда, и каких темах можно говорить, они, разумеется, тоже меняются и довольно быстро. А вот какие-то правила, которые определяют... Ну вот, например, обычно, для большинства людей окружены кругами, которые определяют, какие темы могут обсуждаться или не могут обсуждаться в этом кругу. Разные детали своей физиологии можно обычно обсуждать с жизненным партнером, с доктором и жизненным партнером, причем даже не на первых фазах партнерства. Люди, которые начинают жить вместе, не сразу приходят к тому, что какие-то части своего физического самочувствия или функционирования приходится обсуждать с людьми рядом. И некоторые так совсем к этой мысли не приходят. Но это понятно, что вынесено и с друзьями, а тем более с коллегами по работе. Подобные вещи мы не обсуждаем вовсе. И нюансы такого свойства, они отчасти... Они исторически меняются очень медленно. Они обозначают среди прочих вещей иерархию, например, в Людовик XIV мог сидеть на горшке перед своими подданными и так регулярно делал. Разумеется, его подданные не могли сидеть на горшке перед Людовиком XIV, но это было совершенно исключено. И вот то, что он так демонстративно пренебрегает их чувствительностью, показывая, что он-то настоящий монах. А сейчас это ясно, поведенческая идиома, которая совершенно сошла, она нет. Но вот универсальная, типа, международная близость, которая измеряется по тому, какие темы вы можете обсуждать, и как вы снимаете вот эти вот самые барьеры и подпускаете людей поближе или, наоборот, опускаете их, это вещь, которая со времен Людовика XIV не сохранилась. То есть, мне кажется, что если мир как-то вообще изменился, он в некоторых отношениях стал скорее более гофмановским. И когда мы говорим про разнообразие, которое возникает на Западе в связи с майнорити, с их правами, уникальными образами жизни, да, но чтобы получить эти права, им нужно быть очень дисциплинированными майнорити, с которыми хорошо моются и которые умеют цитировать гофмана и рассказывать про стигму и переводить вот свои травмы на язык идентичности, понятные, ставшие универсальным политическим шаблоном и таким образом каким-то их рационализировать и представлять. И вот тогда они бывают услышаны. То есть, мы живем в более гофмановском мире, чем сам гофман. Может быть, еще вопросы? Почему-то предложение, может быть, еще вопросы оказывают всегда парализующее воздействие. Здравствуйте. Я хотела спросить, как поступают переводчики при столкновении с непереводимым в философской литературе? То, что в ваших примерах вы упоминали I, me and self, commitment и много таких, я думаю, возникает. страдают. Нет никакого другого ответа. Вот как раз в книжке, в зеленой книжке есть перепалка Андрея Корбута, который сделал всю основную работу по переводу и моя. И вот в моем предисловии есть предисловие, которое я чего-то там качу бочку на переводчика. Кто почитает предисловие переводчика, которое я всячески рекомендую, есть ответ на удар переводчика. Я бы сказал, что это практически донос вообще. Не сдал такого от Андрея, который вставил пассаж на тему того, что почему мы это перевели так, обращайтесь к научному редактору. Ну вот, я думал, мы одна команда, а мы что-то не одна команда. Ну правда, на самом деле люди могут только мучиться. Гоффмана было странное пристрастие к словам, которое не переводится ни в какую и непонятно. Ну вот как коммитмент, например. Нет в русском языке слова, которое переводит коммитмент. Любой термин будет очень условный. Иногда создаются кальки. Во многих случаях я бы создавал кальки как единственное решение или использование латиницы. Да, да, вот как раз с МИДом I, 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 по-моему, лучше оставлять на английском, потому что перевод чего-то из них как as или меня, ну меня еще куда не шло, но совсем не передает вот эту обращенность вовнутрь, которая для МИДа важна. Там возникает какая-то пассивность и ранимость, которая не подразумевается. И, ну, понятно, ну да, в общем, вы знаете, Гоффман, говоря об искусстве, во фрейм анализе особенно намекает прозрачно на то, что люди ходят в театр, и когда они ходят в театр, им театр и актеры интересны, на самом деле, не менее, чем пьесы и ее персонажи. В театре мы получаем не меньше удовольствия от очень странно срезантированной ситуации, вот вариации на такие темы социальной организации, которые представляет собой сам театр, чем от лицезрения пьесы, идентификации с персонажами. Именно поэтому театр обладает такой притягательностью и магией. Так вот, то же самое с переводом. Перевод лучше прочитать, просто, как вы прочитали оригинал. А потом вы сравниваете его с оригиналом и говорите себе, а тут я мог бы лучше, а тут они хорошо вывернулись. И это чуть ли не самое большое удовольствие и самая большая польза, которую перевод может принести. Ну, кроме как переводчику, который, в общем, очень растет над собой или редактору, когда пытается этим заниматься. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, во многих гуманитарных науках и дисциплинах существует некоторая такая вот методологическая отсталость от западной науки. Ну, то есть, вот тот советский период, который у нас был, особенно он сильно сказался на истории, и мы старательно пытаемся это преодолеть. Есть ли такая проблема в психологии на современном этапе? Или вот наши ученые, они уже не столько занимаются переработкой чужого материала, сколько производят что-то свое, какие-то свои теории, концепции? Что вы имеете в виду под чем-то своим? В смысле свое русское национальное или свое в смысле? Ну, в плане научной новизны, в плане свежести взгляда, подхода. Тут есть несколько проблем, то есть, понятно, эти вопросы живо волнуют всех российских обществоведов и обществознанцев, к сожалению, на него не очень просто ответить. Во-первых, спорный вопрос, в какой мере мы можем говорить об отставании, как о чем-то таком совершенно безусловном. Да, конечно, ну, то есть, было движение советской социальной науки, двигались не в том направлении, в котором двигались, если мы берем социологию, которую я знаю лучше всего, но и социальная психология, это будет так отчасти. Они двигались не совсем так, как двигалась, например, американская социальная психология, которая, безусловно, до всем довлела, или американская социология, которая некоторое время до всем довлела, хотя потом рядом возникли европейские разные более влиятельные теоретические течения. Должна ли она была обязательно двигаться туда же? Ну, вот Франция не двигалась туда же, например, и в результате американцы читали Бурдье ровно настолько же, насколько французы в Ритальте читали Гофмана. Советская социология не имела подобного успеха. Советская психология, если мы берем, например, Выгодского, как раз имела на некоторых фазах такой успех. Советская социология никогда его не имела, потому что была очень странным образованием. Я все мечтаю, что однажды напишу про нее книжку, но она не имела ее скорее не потому, что она была отсталой, в смысле, вот ранней фазой того же самого, сколько она была неким принципиальным другим проектом, который был вообще неотделим от советского государства. Советская социология, всю жизнь боровшаяся с советским тоталитаризмом, была на самом деле плотио, интеллектуальной, от плоти этого самого тоталитаризма, и она без него в принципе не была, без него даже непонятно, зачем она была нужна и для чего она существовала. Она так существовала ради того, с чем она боролась, что когда это исчезло, люди даже просто забыли о том, что это было. Но это не значит, что она не должна была существовать. Она была, не знаю, как расследовательская журналистика, например. Никто не читает расследования, скандальные расследования, которые повалили Никсона. Ну, правда, кто читает эти статьи? Все знают, что был героический факт, взяли и повалили. А статьи-то зачем перечитывать? То есть, в случае с социальными науками все упирается в большую проблему. Мы не только не можем определить, для чего они нужны, а поэтому не знаем, какие были хорошие, какие были плохие, не можем сделать вывод, а должны ли они быть строго глобальными, например. Потому что какими-то вещами, если мы предполагаем, что социология, опять я сворачиваю к социологии, у меня есть оправдание в виде Гоффмана, она служит, помогает людям лучше понимать самих себя, то какая у них социология определяется, тем какие это люди. Если мы предполагаем, что есть некие разницы в поведенческих шаблонах, она, вероятно, есть между разными континентами, то на каждом континенте она будет, неизбежно будет своя, и стремление получить социологию, которую воспримут на другом континенте, будет обозначать, что они не очень воспримут на нашем континенте. Применительно к истории, ну, история локализована в силу других причин, поскольку история более-менее элемент идентичности страны, государства и чего-то, что в себя какой-то единица общества, которое себя с этим соотносит, она неизбежно локализуется, потому что французская история во Франции будет более популярным и в некоторых отношениях по-иному понимаемым субъектам, объектам, чем французская история в России или в Новой Зеландии. Для Новой Зеландии, не Новой Зеландии, ну, пусть будет, не знаю, Перу или Венесуэла. Французская история интересна, потому что вообще абстрактно интересно, как оно может быть. Для французов это некий ответ на вопрос, а кто они. Поэтому определять важные темы своей истории они будут немного иначе, и что достижения они будут считать немножко по-другому. Если мы берем вот такие чистые волны заимствований, то преодолены ли они в психологии, в принципе, если мы берем желание и ориентацию на вот какие-то американские или западноевропейские традиции, то психология, движение было гораздо медленнее, чем в истории. И еще медленнее, чем, например, в политологии на протяжении некоторого времени, потому что, именно потому что у социологии или политологии было преимущество отсталости. У них было пустое, относительно чистое поле, когда никакого авторитета глобального теоретического, кроме Парсенса, который уже был американцем, у советских социологов не было. У них были свои задачи, какой-то свой пафос, свои представления о важном, но когда им нужно было сказать, что вот есть такая особая наука социологии, у них есть авторитет и большая система, они говорили Парсенс. Буржуазный ученый, но какие-то отдельные мысли можно поставить на службу социалистическому строю. Но они знали, что у них нет своего Парсенса. Где-то в истории были Марс, Энгельс и Ленин, но они были настолько абстрактны и бесполезны, что к ним как-то особо не обращались. А у психологов был свой Выгодский. Они могли создавать свою секту поклонников Моцарта психологии. Говорить, что он признан в Америке, действительно признан, тут абсолютно не поспоришь. И с МИДом состоял в переписке, с Пиаже состоял в переписке, и правда состоял, и оба на него при случае ссылались. То есть, да, вполне была всемирная психология, поэтому строить особую национальную традицию и говорить, что у нас своя психология, в психологии гораздо проще, чем в социологии или в политикал-сайнсе. В политикал-сайнсе есть некие причины, почему это особенно сенсивная область, и почему она так особенно выстраивается по национальному признаку, но в других отношениях она, в общем, тоже ближе. Именно из-за отсутствия своей сильной традиции она вынужденно легко отквается и что-то впитывает. Про историю мне кажется, что история, я боюсь особенно рассуждать на предмете, который плохо знаю, но вот такое ощущение аутсайдера, советская история не была построена вообще по какому-то теоретическим, методологическому интеллектуализированному признаку, как в значительной мере преобразовалась европейская или американская история. То есть, идея интеллектуальных течений и школ, она вот вместе с марксизмом, скорее так долго втаптывалась советский период, что советские историки были не очень готовы, то есть, у них не было какой-то своей альтернативной марксизмной традиции. Мне казалось, что они очень бороли то, чтобы работать с источниками, против догмы, против покровщины и работали не с источниками и производили что-то такое, что их западные коллеги, которые не боролись, пытались как раз отвергнуть, потому что и придумать себе новую покровщину под названием фукаизма, микроистории, устной истории. И вот когда это столкнулось, там прошел некоторый раскол, в котором, с одной стороны, интуитивно эти люди, которые работали с источниками, гордились или любили себя за это, отвергали, тех, которые понаехали с фуко, а источников-то никогда и не видели, а с другой стороны, у них не было своего парсинса, они не могли сказать, что отнимают все эти новомодные веяния в пользу каких-то своих веяний, потому что у них не было своего фуко и своего авторитета, а это делало их позицию несколько более слабой, из-за чего фуко вот все-таки как-то проникает, мне кажется, в историю, хотя и медленно, и может быть, слава Богу, потому что мои-то симпатии исключительно на стороне людей, которые в этих архивах 25 лет, да, однозначно, фуко уходит и проходит, архивы остаются. Спасибо, друзья. Спасибо, Михаил Михайлович. Спасибо. 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 Спасибо.